Прихильником аниме-культуры из разных краин Гомель добровядомы. На протягу трех годов в нашем областном центре проходит фестиваль косплея и сущастной, у сходнеазиатской культуры «Фри Тайм Фест». И он сбирает аматоров первосабляться у любимых персонажей аниме, фэнтези и компьютерных гульняв. У программе арт-выставы, одиночные групповые дефиле, виде косплея, танцевальные и вокальные конкурсы. Все лет организаторы вырешили у першиню провести еще один фестиваль «Фри Тайм Дэнс». Мы решили разделить все это. То есть сделать один отдельный фестиваль специально для людей, которые танцуют и поют. Ну, мультифандомный фестиваль получился такой. Музычный фестиваль «Фри Тайм Дэнс» – перший не только для Гомеля. Аналогов не исну ей во всей Беларуси. До организаторов пришло каля 800 заявок от же хоров нашей краины, а так само России и Украины. На фестиваль у Гомеля трапили 150 удельников. Активный, продвинутый фестиваль. То есть мы тут уже на самом деле не первый раз выступаем. Ну, есть просто фри-тайм фестиваль, а здесь фри-тайм дэнс. Поэтому здесь мы первый раз, но в целом на таком мероприятии мы уже не впервые. Поэтому за привычку просто нам нравится хорошее выступление, хорошее видео. По-разному номера подготавливаются. Бывает, что можно сделать номер спокойно за две недели, а бывает, что делается несколько месяцев. В конкурсную программу склали пять номинаций. Танцевальные номеры под музыку ведомых выканавцев, вокальные номеры, короткие костюмированные выступления, данс-баттл и уникальный формат конкурсу, коли на сцене одразу выступают и вокалисты, и танцоры. Головная задача – зарабить максимально докладный косплей. Каждое выступление сопровождалось гушными овациями. Существовая хореография, известные треки, энергичные танцы, захопленная публика. Усё гэта фри-тайм дэнс. Уличываючи великий интерес до аниме культуры, у гэта идеи есть будущее. Дмитрий Котов, Павел Антонов, телерадиокампания «Гомель».